В эфире новости на 6 канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Смертельная авария под Лакинском. Сегодня около часа ночи на федеральной трассе М7 произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Ланос», 40-летний житель Собинки, выехал на встречку. Там его авто по касательной столкнулось с автобусом и грузовиком «ГАЗ». От удара «Шевроле» отбросило на свою полосу движения. Там она столкнулась еще и с грузовой «Сканией» под управлением 31-летнего жителя Костромской области. В результате этого происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы несовместимой жизни и скончался на месте происшествия. В медицинские учреждения были доставлены и госпитализированы пассажир «Шевроле» – это женщина 1980 года рождения, а также водитель 1966 года рождения с автомобиля «ГАЗ». По данному факту будет проводиться доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия. Жители одного из домов в Вязниках оказались отрезанными от каких-либо удобств. Грибок на стенах, затопленный подвал, едкий запах на лестничных площадках – это лишь немного часть того, с чем приходится мириться жителям. Диалог с управляющей компанией. У них не получается. Что делать и кто виноват? Ответ на эти вопросы искал Алексей Домнин. Грибок на стенах, затопленный подвал, лужи на первом этаже, едкий запах и повсеместная коррозия. Список проблем можно продолжать чуть ли не до бесконечности, рассказывают жители дома 12 микрорайона Деченский в Вязниках. Среди тех, кто оказался в заложниках таких условий быта и Наталья Гапша. В доме она живет уже 30 лет. Вместе с дочкой-инвалидом и внучкой Наталья вынуждена мириться с разрухой, которая царит в общежитии. Вот в таких вот условиях мы живем и вот этим всем пользуемся. Посмотрите, вот стены. Вот наши жильцы, вот наши бабульки, также дети малые, грудные дети. Этот пятиэтажный дом построили в 70-х годах прошлого века. И кажется, с тех пор какие-либо ремонтные работы здесь не проводились, рассказывают жильцы. В доме живут врачи, пенсионеры, работники завода и погорельцы. Всего порядка 150 квартир. В одной из них ютится 80-летняя Татьяна Уколова. Она переехала сюда в 2004 году после того, как ее собственное жилье сгорело. Инвалид второй группы Татьяна отдала 15 лет пивзаводу в Вязниках. Сегодня она, как и другие жители, вынуждена довольствоваться лишь частичным ремонтом. Вчера или поди вчера поставили вон два мувальника. И сегодня закончили вон пороги, прям проваливающие. И вот сделали нам. И все, все. На накопившиеся проблемы жители жаловались управляющей компании, которая, к слову, расположена на первом этаже этого же здания. Но почему-то в разгар рабочего дня двери организации оказались закрыты. Люди утверждают, диалог с представителями управляшки у них просто не выходит. Ремонт зачастую приходится делать на свои средства. Неоднократно были сделаны замечания ЖЭКу. Отремонтировать, почистить отдушки все. То есть это, если и делается, то делается со скандалом. И лишь бы отвязались. Придут, покажутся. И все, их нету. Мы пытались это уже сделать, как лет пять, это точно. Мы пойдем в ЖКХ к Жане. Фамилия я не знаю ее. Как ее, Наташа, фамилия-то? Мы говорим, Жанна, так и так, у нас денег нет. Я говорю, так мы вам платим деньги ежемесячно. У нас ни долгов, ничего нет. Почему мы должны за свой счет делать ремонт? У нас нет денег. С вопросом, кто виноват и что жителям дома делать, мы обратились в администрацию Визняковского района. По словам заместителя главы района по городскому хозяйству, обращений со стороны жильцов дома к нему не поступало. Если есть обращение, и оно не поступает от жителей, то, естественно, оно отдается на отработку специалистам, которые идут и проверяют, действительно, есть это или нет. Если это подтверждается, соответственно, управляющей организации будут даны определенные рекомендации по устранению недостатков. Наша съемочная группа предоставила контакты жильцов дома с замглаве администрации района. Николай Прихода пообещал держать ситуацию под контролем. А пока жителям остается ждать, когда дело сдвинется с мертвой точки. Этот Новый год в любом случае им придется встречать в разрушающемся доме. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Участки для многодетных без коммуникаций и добыча полезных ископаемых за пределами границ карьеров. Прокуратура области провела масштабную проверку использования земли. Ее итоги озвучили сегодня на форуме по вопросам землепользования с участием представителей законодательной и исполнительной власти, а также профильных федеральных ведомств. Нарушения законов по данным надзорного органа выявлены во всех сферах. Что же мешает эффективно использовать земельные ресурсы и кому еще ждать прокурорских проверок, расскажет Оксана Любимова. Участок есть, а коммуникации нет. По данным прокуратуры, во Владимирской области многодетным продолжают давать землю в чистом поле. Подключение электричества и организации дорожного подъезда многодетные семьи вынуждены добиваться с помощью надзорных органов. Решением госпитального городского суда по иску прокурора на администрацию города была возложена обязанность провести работы по строительству инженерной инфраструктуры до участка, предоставленного многодетной семье до октября 2019 года. И еще четыре таких административных иска были судом признаны законными опасностями. Такие истории заместитель ЗАГСобрания области Вячеслав Картухин назвал халатностью с далеко идущими последствиями и призвал муниципалитеты к ответственности, а сотрудников прокуратуры к жесткой реакции на подобные факты. Если предоставляет земельный участок на болоте многодетной семье, как вы думаете, это будет распространяться в социальных сетях и какое отношение будет к органам власти всех уровней. Это же вызывает массу негативных эмоций. Понимаете, мы должны осознать, почему это происходит, на что те, кто на местах работают, не понимают, где они земельное участок предоставлено. Мы что-то вслепую это делаем, что ли? Претензии прокуратуры есть и к добыче полезных ископаемых. Владельцы карьеров, например, под видом рекультивации, начинают добывать полезные ископаемые уже за пределами разрешенных границ. В ходе проверки прокуратура нашла нарушение во всех сферах земельных отношений. Здесь связаны нарушения с их переводом и использованием, изъятием их из оборота, передачей другим собственникам, продажа. И, я думаю, что своевременное устранение нарушений. Если эти земли не используются по назначениям, то контролеры должны принимать меры для того, чтобы эти нарушения своевременно устранялись. Земли сельхозназначения, которые годами простаивают без дела, вообще головная боль региональной власти. Нередко они зарастают борщевиком, к тому же в пожароопасный период. От заброшенных участков сплошные проблемы. Задача стоит не только увеличение этих земель в сельхозоборот, возвращение этих земель, но и, прежде всего, чтобы те, кто приобретает эту землю, собственники, чтобы они эту землю обрабатывали, ухаживали за ней. С точки зрения депутатов, наша задача, конечно, влиять на эти процессы. Ускорить решение вопросов земель сельхозназначения требуют и федеральные планы по развитию аграрного сектора. Перед регионом уже поставлена задача увеличить экспорт сельхозпродукции. Выкупать землю сельхозназначения у нерадивых собственников могла бы и область, и муниципалитеты. Но денег на это в нашем регионе почти нет. Да и фермерским хозяйствам, которые готовы развивать производство, она порой не по карману. Зачастую люди называют цену, нашим сельхозтоваропроизводителям называют 30 тысяч за гектар, 40-50, цифры такие, но это сегодня не рыночная цена. Сегодня рыночная цена, даже по Юрию Польскому, это порядка 10-15 тысяч за гектар. Понятно, приходится работать как бы с двух сторон. Не хотите продавать, как у нас сегодня по рынку, ну хорошо, будем работать с другой стороны, будем муниципальный контроль включать. Кстати, уже в ближайшее время прокуратура намерена проконтролировать использование земель промышленного назначения во всех городах области. В ведомстве есть жалобы, что некоторые предприниматели вместо организации производства возводят на участках незаконные постройки. Насколько велик масштаб проблемы, покажет тотальная прокурорская проверка, которая стартует в начале следующего года. Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал. Приезжают отдыхать, учиться и работать. За три квартала 2018 года к нам в область приехали более 120 тысяч иностранных граждан. Основная масса приезжих – это туристы и трудовые мигранты из стран СНГ. Где работают, как адаптируются и с какими проблемами сталкиваются мигранты во Владимирской области. А главное, как им помогают. В Международный день мигранта, который отмечается 18 декабря, об этом расскажет Маргарита Махрова. Только за три квартала этого года в область приехало 120 тысяч иностранцев. Половина из них – это туристы. Еще 17 – те, кто приезжают в область по личным делам или на учебу. Но 33% едут к нам трудиться. Ищут заработка, чтобы помогать семье на родине. Работают чаще всего в качестве подсобных рабочих на строительстве разных объектов. К слову, больше всего приезжих в нашем регионе из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении, Молдавии и Азербайджана. Есть у нас районы с большей миграционной нагрузкой, это традиционно. У нас районы, прилегающие к Московской области, Александровский, Киржачский, Петушинский район. Также выделяем мы город Владимир и Суздаль. Но Суздаль стоит особо, то есть это в основном туризм. Правонарушений с участием иностранных граждан на территории области фиксируется немного. В основном это проблемы с регистрацией. Работает у нас в основном молодежь, которая плохо знает русский язык и слабо разбирается в местных законах. А это серьезно осложняет их пребывание на территории России. Адаптироваться к жизни в нашем регионе юным и взрослым мигрантам бесплатно помогают в центрах социально-культурной адаптации. Там для мигрантов организованы занятия по русскому языку, компьютерной грамотности, истории и культуре России. Кроме того... Естественно, мигрантам оказывается помощь и социальная защита населения области оказывает помощь мигрантам, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. Естественно, дети мигрантов, они имеют право здесь посещать детские сады и образовательные учреждения. Естественно, те же трудовые мигранты могут рассчитывать на медицинскую помощь. Уже несколько лет во Владимире работает паспортно-визовый центр. Там по системе единого окна принимают необходимые документы для получения патента на работу. Он обойдется мигранту в 18 тысяч рублей и дается на один год. Затем патент можно продлевать. За консультацией можно обратиться к переводчикам. Недавно приняли гражданку Узбекистана, который владеет несколькими языками. А с октября этого года на базе миграционного паспортно-визового центра реализуют новую программу по адаптации мигрантов. Ее совместно с профильными ведомствами разработали общественники. Иностранцев будут обучать российским законам. Наша одна из главных задач это как раз снизить вот некую такую низкую правовую грамотность иностранных граждан на территории Владимирской области. Понизить риск возникновения как раз межнациональных конфликтов. Для этого сейчас разрабатывают специальную памятку с самой необходимой информацией на нескольких языках. Всего планируется выпустить около трех тысяч брошюр. В них будет рассказано, куда обращаться за помощью и правовой поддержкой в случае необходимости. И какие законы нужно соблюдать на территории нашей страны. Благодаря Махрову, Игорь Хребко, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Тушили пламя в офисном здании. В покрове этой ночью бушевал сильный пожар. Очевидцы, которые проезжали по М7, даже опасались перекрытия трассы. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 2 часа 45 минут. Через три минуты первый пожарный расчет уже прибыл на место. Выяснилось, что горит чердачный этаж офисного здания. Всего в метре от здания была еще одна постройка. Спасатели сделали все, чтобы огонь не перекинулся на нее. Через два часа открытое горение удалось ликвидировать. Распространение огня на соседней постройке не допустили. Трассу прикрывать не пришлось. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети. Пытался подкупить надзорные органы. В Гроховце вынесли приговор предпринимателю, который хотел дать взятку сотруднику прокуратуры. Как установил суд, в сентябре этого года в торговую точку подсудимого пришли с прокурорской проверкой. 30-летний мужчина торговал одеждой и обувью с иностранными логотипами, а вот необходимых документов не имел. Товар из магазина изъяли, составили протокол. Подсудимый хотел вернуть товар, чтобы не терпеть убытки и избежать административной ответственности. Для этого он принес сотруднику прокуратуры взятку. В момент передачи его задержали. Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно за штрафом в размере 600 тысяч рублей. В энергетику региона инвестируют 5 миллиардов рублей. Администрация Владимирской области подписала масштабное соглашение СМРСК Центра о сотрудничестве. Наша область вошла в программу модернизации электросетевого комплекса. Со всей страны в этот проект выбрали всего 4 региона, включая наш. По программе во Владимирскую область за 6 лет инвестируют 5 миллиардов рублей. Деньги потратят на создание умных технологий и совершенствование имеющихся электросетей. Особенно в сельской местности. Модернизация позволит снизить затраты на логистику и обучить новые высококвалифицированные кадры. По мнению губернатора Владимира Сипягина, подписанное соглашение стимулирует экономику региона. Смолина займется жилищно-коммунальным хозяйством столицы. Бывший вице-губернатор Владимирской области назначена на должность заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы. Контракт с ней заключили на 5 лет. Напомним, столько же Лидия Смолина провела в нашей области. В свою команду Светлана Орлова позвала ее еще летом 2013 года. Чиновница возглавила департамент ЖКХ. В 2016-м Смолина получила место первого вице-губернатора. В ноябре этого года, спустя два месяца после поражения Светланы Орловой на выборах главы региона, Лидия Смолина подала в отставку по собственному желанию. Светлана Мельникова приостановила аккредитацию частных гидов в музее-заповеднике. В свое время выдачу лицензий для частных экскурсоводов разрешил экс-директор ВСМЗ Игорь Конышев. Этот шаг должен был привлечь в музей дополнительные инвестиции. Теперь решение бывшего руководителя изучит Светлана Мельникова. Анализировать будут экономическую выгоду от такого хода, а главное – эффективность и качество услуг. Музей отмечает, что экскурсионное обслуживание в ВСМЗ очень высоко и необходимо держать его на прежнем уровне. Приостановка решений об аккредитации не скажется на туристах и гидах. Тайм-аут взяли на время низкого экскурсионного сезона. В интернете развернулась дискуссия, нужна ли городам двуглавая система управления. Многие жители областной столицы не понимают, за что отвечает глава города, а что спрашивать с главой администрации. Мы решили провести свой опрос и поинтересоваться у горожан, нужны ли Владимиру два мэра. Или следует вернуть прежнюю систему, чтобы за работу исполнительной власти, как и сейчас, отвечал глава администрации, а за городской парламент – председатель горсовета. Люди считают, что не нужно, по наслышке людей, по разговорам, что это не следует делать. Да один бы справился только со всеми нашими нуждами, а второй, ну что он будет делать второй, хорошо. Один будет губернатор, а второй, какие у него обязанности будут у второго. Я не знаю их, но я хочу сказать, что хватит одного. Вы имеете в виду Деева и еще кого-то? Да зачем город небольшой? Зачем два? Одного достаточно. Ой, сколько ни ста, хоть десять штук, была бы польза. Ой, ну мы как-то в политике не очень, но я думаю, что нет. Городскими делами, ну мы так думаем, а чем на самом деле, не знаем. Шохин, значит, исполнитель, я так представляю, а Деева – представитель. Киселев, по-моему, да? Нет? Шохин? Шохин? А второго не знаю. Глава администрации, у него, видимо, ну свои какие-то особые обязанности. Может быть даже, ну что там, он, наверное, может быть, курирует ЖКХ, курирует там медицину, курирует образование, я так полагаю. Шохин и, ну, женщина, я не помню ее фамилию, но я ее представила, Деева. Ну, конечно, он же не бесплатно должен работать, каждый труд должен оплачиваться. Ну, а почему нет? Каждый за свою работу обязан получать зарплату, я так считаю. Среднюю, чтобы понимать, как живут люди в городе. Ну, небольшую, достаточно, если как представитель города, если у них функции, ну, посмотря по функциям, какие функции будут выполнять. Обсудил вопрос региона с чернобыльцами. Представитель ЗАГС Собрания области встретился с ликвидаторами трагедии на Чернобыльской АЭС. На повестке дня насущные проблемы тех, кто не допустил распространения радиационного облака. В первую очередь ликвидаторам чернобыльской трагедии нужно сохранить память о тех событиях. А это получается не всегда. Так, в Петушинском районе до сих пор не решен вопрос об установке памятника чернобыльцам. А во Владимире под вопросом судьба музея и архивных документов той аварии. Экспонаты и исторические бумаги собирали три десятилетия, а теперь неизвестно, кому их передать на хранение. Нехватка льготных медицинских услуг – еще одна проблема, которая беспокоит ликвидаторов. Добавляется много таких проблем, которые не решаются на нашем региональном уровне. Потому что если нет сегодня медицинской программы вообще в России по участникам ликвидации по медицине, то понятное дело, что где бюджеты регионов очень хорошие, стабильные, большие, Москва, Санкт-Петербург, ну и если взять там в Сибирске, то там они проблем не видят. Но мы их ощущаем, эти здесь проблемы. Эту проблему нужно решать на федеральном уровне. Впрочем, Владимир Киселев предложил на региональном уровне провести круглый стол в профильном комитете, на котором эти вопросы могли бы быть вынесены в правовое поле. Пообещал председатель ЗС помочь и с другими вопросами, и скоординировать активистов с исполнительной властью региона. Конечно, наша задача, задача органов власти всеми силами помогать этой общественной организации работать дальше, потому что они поддерживают друг друга, они еще и ведут большую пропагандистскую работу. Они встречаются со школьниками, они встречаются с молодежью, рассказывают о той вот этой страшной трагедии, которая тогда произошла. На этом все. Далее вас ожидает новая серия проекта «Кто, если не мы?». Оставайтесь с нами. Всего доброго, до встречи. Впервые во Владимире 7 января состоится показ ледового шоу «Алиса в зазеркалье на льду». Авторская музыка, яркие декорации, спецэффекты. Билет на шоу станет отличным новогодним подарком и для детей, и для взрослых. Детям до трех лет бесплатно. Синоптики прогнозируют сегодня ночью у Владимира пасмурную погоду. Без осадков температура воздуха составит 11 градусов ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет малооблачно, упадет снег. Столбики термометров покажут минус 8, минус 10 градусов по Цельсию. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Такого во Владимире еще не было. «Алиса в зазеркалье на льду». Ледовое шоу мирового уровня для всей семьи. 7 января. Ледовый дворец «Полярис». Редактор субтитров А.Семкин